Бедные родители продают свою 17-летнюю дочь богатому влиятельному мужчине, чтобы покрыть образовавшиеся долги. Казалось бы, средневековье, однако эта ситуация произошла в наши дни. Драма, участницей которой стала наша героиня, продолжается и по сей день. Бывший атакал экс-чиновника вынуждена скрываться от разъяренной боебесьши. Сразу тут же генеральная прокуратура дает задание, городская прокуратура выезжает в приказы прокуроров, и они ее там как бы взваляют. Пока шла война за сердце и кошелек мужчины, больной ребенок Алии не получал должного лечения. Программа «Обо всем без купюр» поможет беглянке начать жизнь на новом месте. Мы познакомились с Алией в приюте для жертв насилия. Здесь среди таких же, как и она. Обиженных и слабых женщин Алия с дочками нашла тепло и защиту. Девушка обратилась к нам, чтобы мы посодействовали в решении ее главной проблемы. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у меня сейчас очень такая большая проблема – это здоровье моего ребенка. Так как мы уже три года не лечим ребенка, никаких лечений не принимаем. А у нее диагноз – микроцефалия головного мозга, ДЦП и эпилепсия. У нее сейчас часто, судорожный синдром, часто бывает. Вот, мы в данный момент не ходим. Раньше получали какое-нибудь лечение? Да, мы получали. Мы за границей были в клинике Аджубаде. Нас лечил физиотерапевт, нейрохирург, Ускан Калхан. На сегодняшний момент чем вы лечите ребенка? Какие-нибудь процедуры проходите? На сегодняшний момент никаких процедур мы не проходим. У нее в день 3-4 раза судороги. Вот только что у нее было судороги, и теперь она вот сразу засыпает на 15-20 минут. А почему вы прекратили лечение? Ну, я была вынуждена, было такое обстоятельство, я была вынуждена взять своих детей и убежать, уехать из города Шенкент. А здесь на диспансерном учете вы еще не состоите? Нет, не состоим еще. Итак, наша первая задача поставить маленькую Гульжан на диспансерный учет в поликлинику. История Али получила широкую огласку СМИ в конце прошлого года. В пресс-конференции масса статей и роликов в интернете. Али старалась привлечь к себе как можно больше внимания, ведь только так она могла обеспечить себе защиту. Мы также дадим девушке возможность рассказать свою женскую историю, полную несправедливости и слез. События, о которых пойдет речь, начались в далеком 2006 году. Отец хотел уехать за рубеж в Корею, заработать на работу. И обращались в турфирму «Зиада-Р». И они сказали, 300 тысяч деньги заберите, и мы вас отправим. Вот так вот. А в тот момент у нас не была такая сумма, поэтому мама сдала нашу квартиру двухкомнатную в ВМК «Ломбард». Вот. Потом оттуда взяли деньги и сдали в турфирму. А потом через некоторое время эта турфирма закрылась. Мой отец и все остальные люди, ну как бы, не смогли возвратить эти суммы, деньги. Поэтому вот так и случилось. «Ломбард», проценты мы не могли оплатить, там долг вырос. И они поставили через английский аукцион нашу квартиру на продажу. И мама пошла к этому городу, она просила деньги у нее, ну помочь, чтобы вытащить квартиру. И он сказал, да, помогу. В тот момент я у них дома работала няней, смотрела за внуком. Потом он закомит очень позвонил, он сказал, Алия, ты приезжай сюда, мы сейчас в гостях сидим, ты должна одевать бахчана. Я, естественно, согласилась, это моя работа. Я пошла туда, захожу в квартиру, а там никого не было, ни гостей, ни бахчана. А потом он сказал, раздевайся. Как раздеваться? Тем более, мне было тогда 17 лет. А он заранее знал, какая у меня будет реакция. Он подготовил скотч, веревки. И он изнасиловал. Ну, после этого сразу же он сделал выкуп. Из ломбарда вытащил нашу квартиру, закрыл некоторые долги мамина. И вот так вот, потом он сказал, что мы с мамой договорились с тобой, с твоей мамой. Потом он сказал тебе, ты моя токалка, я сделаю все для тебя. Ты теперь, я теперь твой отец, мама, и все. Ну, потом что, мечи сходили, никях сделали. У нас в 2010 году родилась старшая дочь. Ну, с диагнозом. Мы лечили ее, за границей мы лечили, он все оплачивал. Потом в 2002 году, в 2012 году я родила второго хозяева. Алия вспоминает, настоящий ад начался три года назад, после того, как законная супруга экс-акима узнала о их существовании. Алия в мгновение превратилась из стокал во врага. Мужчина ушел на второй план, а его супруга начала требовать от Алии написать отказную на детей. Здесь вопрос стоит об имуществе, в первую очередь. Ихни опасения, да, оправданы. В том плане, что от общего гражданского брака имеется двое детей. Первый ребенок, я так понял, когда он родился, он признал отсутствие. А по второму ребенку он отсутствие не признавал, но в судебном порядке мы можем подать иск для того, чтобы признать его отцом данного ребенка и уже установить родственную связь вот эту. Да, в дальнейшем вот эти два ребенка, получается, они являются как родственники данному, так сказать, бывшему супругу. И они имеют полное право претендовать на имущество, на любое имущество, которое вот есть непосредственно у бывшего супруга вот данного гражданского брака. Полтора года, по словам Алии, они с девочками прожили в плену. Ежедневно от нее требовали лишь одного – отдать дочерей в детский дом. Так как добровольно получить отказ не получалось, в ход пошли другие инструменты. Это извещение от Алии Валтуар. Ее первая рука постоянно на меня писала заявление. Они же постоянно нас по судам таскали в РУВД. Мы 3-4 часа сидели. И вот извещение. Суд сразу же приговор выносит, административные штрафы разные. Мелкое хулиганство, мошенничество, ну всякое. Потом отец моих детей, он закрывает эти все административные штрафы, он платит, а потом жена узнает это заново, вызывает меня в суд, таскает. Когда нас вот мучили, когда держали, я и президенту написала, и гемпрокуратуру написала. Это когда вы находились в запертии? Да, да. Когда вас полтора года удерживали? Да, они, оказывается, отправляют и в Акимат, и в Нур-Утан. А в Акимате вот нам ответили, что это все семейная проблема. Решайте сами, да? Ну, получается так. Вот они хотели меня там закрыть в психбольнице, в наркологии, чтобы лишать меня материнства. Вот я взяла, что... Значит, вы на учете не состоите? На учете не состоите. Вменяемая вполне, да? Да. Вот так вот, а когда я подала на них в суд на алименты, они сразу же мне вот смски, угрозы, что якобы кого-то убила, сбила машина. Вот так вот, потом забрала заявление обратно. Любые действия человека оставляют след. В первую очередь, как ранее заявительница вот обращалась, она говорит, вот нас удерживали в РОВД с детьми в холодном помещении. Любой человек, который туда приходит, в государственное учреждение, он фиксируется. Также в дальнейшем то, что как ее удерживали в общежитии, тоже вот она пояснила, рассказала. То есть другие люди тоже видели ее. Я не вижу ни одного слова, которым она, так сказать, порочит честь и достоинство непосредственно от своего бывшего мужа или их родственников, понимаете. То есть это фактические вещи, фактические данные, которые произошли. Девушку обвиняли в хулиганстве, кражах, заводили на нее уголовные дела. По четыре часа в сутки держали вместе с детьми в отделении РОВД. Цель была все та же – лишить Алью родительских прав. Последней каплей переполнившей чаши терпения молодой женщины стало событие, случившееся после обнародования истории Алии на городском телеканале Шамкента. Нас снимали в октябре, показывали по телевизору в ноябре. После эфира они увидели эфир, и они мне позвонили, мы все поняли. Ты там, ну, как бы, мы будем платить тебе алименты, мы все сделаем, давай встретимся. Мы встретились там, ну, они сказали, приходи одна. Ну, вот, я пошла туда, и они меня сбили машиной. Потом посидели в машину. В тот момент я сразу позвонила. Маргарита Скинбаева сама мне дала свой номер. Потом я позвонила ей, и она сразу в генпрокуратуру позвонила. И она мне отправила деньги на карточку, чтобы я купила билеты и приезжала сюда. Алия в срочном порядке выезжает из Шамкента в Алмату. Одна, с вещами, собранными на спех и двумя детьми на руках. Здесь ее уже ждали в кризисном центре. В каком состоянии к вам приехала Алия? Алия, конечно, приехала к нам уже в предсуицидном состоянии, так как она подверглась насилию наиболее интенсивно в последние три года. И позвонила нам и сказала, что я готова уже уйти из этой жизни. Но так как у нее есть две дочери, то, конечно же, она не могла решиться на это. И мы решили, что все-таки требуется помощь. Она приехала к нам из Шамкента. Мы здесь ее приняли в ноябре еще. Вот с тех пор она находится в нашем приюте. После этого, конечно, мы приняли экстренные меры. Позвонила я в генеральную прокуратуру. Прямо в кабинет прокурора попала. Они приняли мой звонок, сказали, хорошо, мы приняли. И сразу тут же генеральная прокуратура дает задание. Городская прокуратура выезжает от бригаданных прокуроров. И они ее там как бы вызволяют. И потом уже дальше по процедуре у нее пишут, она пишет заявление. И дальше уже прокуратура ведет этот случай. Ему позвонили в МВД. Есть же группа по защите женщин от насилия полковнику Бекишевой. Она тоже приняла наш звонок. И также приняла меры по своей службе, как бы дала распоряжение. И они также уж подключились. И таким образом она к нам попала в наш приют. Ну и потом, конечно, мы написали депутату Ирине Смирновой. Теперь она послала в генеральную прокуратуру запрос, потому что не оставляет в покое все-таки Алию. Есть угроза, что на нее тоже будут подавать какие-то судебные иски и так дальше. Эта комната в приюте для Алии и ее детей стала убежищем. Здесь им ничего не угрожает. Однако пережитые страдания не прошли бесследно. Алия до сих пор спит, не выключая свет. Смотрите далее, как складывается жизнь Алии и удалось ли съемочной группе программы «Обо всем без купюр» возобновить лечение маленькой Гульжан. Одной из первых, кто протянул руку помощи Алии, стала Маргарита Ускимбаева. Помогать женщинам, попавшим в сложные жизненные ситуации, это ее профессия. Маргарита – директор приюта для жертв бытового насилия «Араша». За полгода существования приюта через ее руки прошло немало женщин с изломанными судьбами. Когда к нам приходят женщины с детьми, основная их проблема – это, конечно, эмоционального порядка. Но и в основном они все побитые буквально. Они все травмированы, они имеют физически определенные увечья. Там у кого-то трещина в ребре, у кого-то там челюсть сломана в синяках, у кого-то кружку мушкину прямо в голову, понимаете. То есть они вот приходят буквально окровавленные. Обратившимся в кризисный центр за помощью оказывают юридическую, психологическую и медицинскую помощь. Женщин с детьми размещают в приюте, где пострадавшие могут прожить до полугода. За это время специалисты помогают им решить ряд проблемных вопросов, найти работу, восстановить документы. У нас есть телефон горячей линии номером 317-57-17. Он у нас включен всегда. Можно звонить в любое время суток, дня и ночи, в праздничные дни, в будние, выходные и так дальше. Мы тут же реагируем и таким образом объясняем, как к нам доехать, наш адрес. Даже находясь в приюте, женщины продолжают подвергаться преследованию со стороны обидчиков. Поэтому всем жертвам бытового насилия выдается вот такой обычный с первого взгляда телефон. Однако, если посмотреть на обратную сторону, то видна тревожная кнопка, нажав которую, помощь придет мгновенно. Маргарита Ускимбаева говорит, что ее рабочий день не ограничен временными и территориальными рамками. Работа с 9 до 6 – это не про нее. Телефонный звонок может прозвучать в любое время суток, из любого уголка Казахстана. Каждый случай, с которым ей приходится сталкиваться, индивидуален и всякий раз требует нестандартный подход к проблеме. Бывает так, что женщин не кормят, не дают денег, то есть, по сути, проводится экономическое насилие. У некоторых жизнь вообще можно приравнять к пыткам, когда вот женщине дают в день только кусочек черного хлеба и стакан граненой воды холодной. Но это же пытка на самом деле. Их не выпускают из дома, им не дают связываться по телефону, то есть, их ограничивают в передвижениях. Они не могут общаться ни со своими родственниками, ни с друзьями. То есть, получается, они живут в этой вот клетке. Многие из тех, кто становится жертвами бытового насилия, как правило, не обращаются в правоохранительные органы. Ведь все это, как говорится, дела семейные. А между тем, в Гражданском правовом кодексе есть действенные механизмы защиты от насилия. Мало кто знает, но существует защитное предписание, благодаря которому обидчик не имеет права приближаться к своей жертве. Мы работаем со всеми органами. На наши обращения реагируют сразу же, быстро. Выносятся защитные предписания. И таким образом, у нас есть же еще подразделения по защите женщин от насилия. Они очень хорошо и качественно реагируют в свое время. Смотрите далее, какие перемены уже произошли в жизни Алии и ее детей. Алия верит, что восьмилетняя Граждан, несмотря на диагноз, пойдет. Ведь она уже видела положительные результаты лечения. Однако, по ее словам, последние три года состояние девочки сильно ухудшилось. Ведь у Алии не было возможности лечить ребенка в медицинских центрах. Алия верит, что у Алии не было возможности лечить ребенка в медицинских центрах. У нее все было хорошо. Даже она встала на ноги. Так как мы сейчас не лечим, вот теперь мочаемся. А когда вот у нее судороги, она сильно плачет. Не только плачет, она кричит сильно, орет. Потому что ей очень больно. А дома я сама делаю массаж. Когда купаю, тоже делаю массаж. А так она у нас все понимает. У нее жевательный рефлекс не работает. Все кушает через блендер. Ну как бы она сейчас в данный момент сама себя не обслуживает. Не может обслуживать. В данный момент нам нужна ФК, электрофорез, массаж, парафин и физотерапия. Какие препараты сейчас принимаете? Мы каждый день принимаем вот камбулекс. Рядом вот ламектал таблетки. Нет, рядом. Без этого мы не можем. Это стоит очень дорого. Дорогие лекарства. Без этого мы каждый день, в день три раза принимаем. Это противосудорожные. Эти лекарства детям, которые стоят на диспансерном учете, полагаются за счет государства принимать. Вот у вас на сколько хватает, допустим, вот такой упаковки? На две недели хватает. На две недели. Каждые две недели вы покупаете. Да. Без таблеток ребенок может? Без таблеток нет, не может. Это может. Другие дети могут. Но у нас сейчас сильный судорожный синдром, поэтому без ламектала тоже не можем. Комплексно принимаем. Все, что Алия может сделать для своего ребенка сейчас, это окутать своей любовью и заботой. Вообще это всегда больно, когда ребенок болеет, да, свой. Ну вот что-то, ваше чувство, вот вы очень мужественно держите. Ну вот что вам дает сил держаться? Любовь. Если честно сказать, у меня жизнь неинтересна. Я живу для своих детей, потому что я их сильно люблю. Прямо я словами не могу передать свою любовь. Есть такие родители, которые бросают свои детей, не только вот больные, да, даже здоровых они бросают. А я докажу, я поставлю ее на ноги, я докажу, что ДЦП – это лечивая болезнь. Это не приговор. Надо просто любиться. Надо отдавать все материнские, любовь. И все будет хорошо. Я верю, что она будет ходить. А вообще характер у нее какой? Характер? Она у меня очень добрая. Я стараюсь, ну, как бы слезы свои детям не показывать. Я никогда не показываю. Ну, бывают такие вот срывы. Я когда по ночам плачу, она это чувствует. И у нее тоже бывают слезы. Она не может мне говорить, но она меня чувствует. Но самое главное, меня радует, что дочь моя младшая, она всегда мне говорит, мама, ты хорошая мама. У нас только одна такая, такая мама, как ты, ни у кого нет. Чтобы возобновить лечение гульжан, мы отправились в государственную поликлинику. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Обоксинги культуры». Меня зовут Фаузия, это Алия. Дело в том, что мы хотели бы прикрепить ребенка к вашей поликлинике. Хорошо. А где проживаете? В Курамасе. В Курамасе это наш участок. Мне нужно ваше удостоверение. Вы хотите сами прикрепить ребенка? Ребенка и свидетельство о рождении ребенка. Я сейчас по компьютеру проверю. Просто в прежнюю поликлинику девушку не прикрепили, так как нечеткие данные удостоверения личности. Почему здесь же все же видно? Мы проверяем по компьютеру. Мы вас прикрепили. Теперь вы наши. Будете теперь приходить к нам. Если заболеет ребенок, можете приглашать врача на дом вызов делать. Мы обслуживаем на дому. У нас есть выездные. Узкие специалисты выезжают на дом. Если что, пожалуйста, приходите. Расписание вы знаете. Я вам сказала. Теперь можете завтра взять талон, подойти к нашему участковому врачу. Процедура прикрепления не заняла у нас много времени. И даже отсутствие адресной справки не повлияло на оформление документов. В этот же день Алия вызвала невропатолога для осмотра дочери. На что жалуемся? Ну, у нее постоянно, часто есть день три раза. А по длительности сколько? Ну, минуты две, наверное. Около двух минут? Да. А после судорога она вот сразу же засыпает на 10 минут. У нее уже ослабление идет. А при судорогах всегда рядом бываете? Да, да, да. Все, все. Какого характера судороги? Можете вкратце? Ну, она вот руку поднимает и ножки. Сжимается вся или же может руками поделкивает? Да. Глаза в это время открыты и закрыты? Открыты. В одну точку устанавливается или уходит вправо? Нет, в одну точку. После приступа вы говорите, засыпает, да? Да, да, да. Надеюсь. Дальше много. Конжан, давай мы тебя пощупаем, потрогаем, давай, ручки твои. Ай, хорошо, хорошо. Дай мне вторую ручку. Дай мне ручку. Она может брать игрушки? Нет. У рекомендаций такие, девочки. Противосудорожные нужно пить постоянно. Дозу будем корректировать еще, так как приступы очень частые. Но рекомендовать будем вас в больницу, вторая городская. В реабилитацию вас направить пока не можем, так как частые судороги. В реабилитационном центре только дети лечатся без приступов судорог. Ну, тут будет минимум 10 дней лечиться стационарно. Там будут в стационаре дозу корректировать, так как нынешняя доза еще не купировала эти судороги полностью. Возможно, будет отмена препарата на другое противосудорожное. Но это все в будущем. В городе много реабилитационных центров, но все они отказываются брать на лечение детей судорогами. Большинство оздоровительных мероприятий, к сожалению, провоцируют появление новых судорог. Поэтому Алиес Гульжан предстоит пройти курс лечения. Мне очень приятно. Я сегодня очень рада, что будут теперь заниматься моим ребенком. Она будет лечиться. И в дальнейшем уже реабилитация. Вот большое вам спасибо. Проблемных вопросов, связанных с воспитанием детей с инвалидностью, множество. Как, например, прогулочная коляска, выдаваемая государством, не подходит для Гульжан и для многих других детей с инвалидностью. Об этом знает и депутат Мажелесопарламента Магирамов Магирам Мамедович. За помощью Алия обратилась в коммунистическую партию Казахстана. То есть государственные коляски, которые закупаются на 300-400 тысяч, на сегодняшний день не обрадывают себя. То есть этот вопрос именно по инициативе Магирама Магирамовича поднимался на государственном уровне. Там нету спецкаких-то инструментов именно для детей, которых выполняет ДЦП. И на сегодняшний день вопрос стоит о выделении ей коляски вместе с благотворительными фондами города Алматы. Войдя в положение Алии, ей обещали оказать и юридическую помощь. Ведь, несмотря на переезд, ее продолжают преследовать и угрожать судебными тяжбами. Из Довыда мне позвонили, я там написала заявление, они туда отправили, в Шумкен. Там уже завели уголовное дело на майора, на следователя, на начальника РУВД. А вот именно на Алиевых нет. Следователь говорит, лучше вы заберите в МАТУ. Нет, забирать не надо. Электронную цифровую подпись возьмете. Мы постараемся электронным порталом обратиться в МВД, для того, чтобы возбудили по вашим высказываниям о том, что с вами жестоко обращались, то есть подвергали насилию, и они должны проквалифицировать данное действие и возбудить уголовное дело по данному форту, помимо того, что возбуждено уголовное дело на сотрудников полиции в Шумкенте. Вырастить младшую дочь Хасиет, поставить на ноги Гульжан, устроить свою жизнь в Алматы. Перед Алией стоит немало задач, и все они требуют материальных вложений. Однако не так легко выйти на работу, когда на руках ребенок, требующий круглосуточного присмотра. Сейчас Илья вынуждена отстаивать права своих детей на алименты. По первому ребенку, где у него было признано отсутствие непосредственно, мы можем судебным приказом уже подать исполнительное производство. Ну вот теперь нужно будет официально обратиться, опять же, судебным исполнителем по местонахождению ответчика. И так как он, вы говорите, что он находится уже в пенсионном возрасте, и у него уже постоянные будут ежемесячные выплаты, то мы можем претендовать на полсуммы выплаты, чтобы он ежемесячно уже отчислял за алименты это. А вот по второму ребенку, о том, что вот ему 6 лет, он отсутствие не признал, то есть и официально в браке не состояли. Также нужно будет обратиться в суд по местонахождению ответчика, непосредственно вот гражданского вашего супруга, и подать иск о признании отсутствия его. А что если он опять заново откажется пройти тест на ДНК? По новому законодательству, по ОПК, мы можем обратиться через следственную судью ходатайствовать о принудительном изъятии от гражданина, то есть крови, анализов, то есть принудительное прохождение экспертизы или специалистов. Итак, мы отправились в отдел управления занятостей и социальных программ, чтобы получить согласно индивидуальной программе реабилитации средства гигиены для маленьких буржан. По словам Алии, ранее, чтобы получить подгузники или пеленки на месяц, ей приходилось ждать по полгода и постоянно ходить в СОБЕС, чтобы не пропустить своей очереди. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот хотели бы получить СОБЕС, да? Да. Средства гигиены. Средства гигиены? Угу. Вы на кого-то, на инвалиды, ребенка? Да, на ребенка. Ну, у нас инвалиды обеспечиваются на основании индивидуальной программы реабилитации инвалиды, выданной медико-социальной экспертизой. Можно ваши документы посмотреть? Ну, вот смотрите, подгузники, пеленки мы можем сейчас вам сразу выдать. Так, подгузники 730 штук в год выдаются, пеленки 365 штук, ходунки ДЦПшные и крысло-коляску. Только после того, как у нас годзакуп пройдет, вы тогда можете получить по очередности в течение года. В течение года у нас январь, февраль, март, три месяца идут на государственные закупы, а потом, как по мере поступления мы будем вас звать, вы можете сразу получить. Вот так вот. Процедура вот такая у нас. Количество, которое вы обозначили, его постепенно будут выдавать? 730 штук – это в год мы выдаем. Вот, например, сейчас, если вы… Да, вот в феврале получили, до следующего года, до февраля вы будете, ну, как, ими, да, пользоваться. А потом в следующем году в феврале обратно будем выдавать. 730 штук. А дополнительно внести что-нибудь в ИПР можно? Можно. Если со временем не выдают, будете посет. Да, ну, если, получается, ребенок вам каждый день меняется, здоровье тоже каждый день меняется, если что-то вам будет необходимо, то вы всегда можете дополнить. Тогда сейчас вы можете получить 730 штук подгузники, седьмой размер. Так что, ну, можем пройти, да? Да. Все, сейчас я позвоню специалисту, который выдаст его. Это все уже нам приготовили? Да, это уже все. Все ваши средства, которые вы заходите. А это что такое? Это очиститель кожи. Так, это перенки, это подгузники. 730 штук, 350, 360 точно. Пока мы спускались до склада, нам уже приготовили весь объем гигиенических средств. Ну, получилось довольно-таки внушительно. Теперь вопрос, как нам все это увести. Ну, вот мы и получили подгузники. Алия, как вы, довольна? Да, очень довольна. Сегодня мне выдали годовой запас подгузников. Огромное спасибо, что государство оказывает нам такую помощь. Например, я сегодня сэкономила больше 100 тысяч тенге. Так как просто на год уходят на подгузники 65 тысяч. Это не считая пеленки, гигиенические средства и так далее. Смотрите далее. Личная трагедия Алии. Специальной рубрики психологической поддержки. На этом мы не прощаемся с нашей героиней. Ведь помощь Алии Байдельдаевой от редакции программы «Обо всем без купер» была бы не полной без консультации с еще одним очень важным специалистом. Сейчас Алие как никогда нужна помощь эксперта, который сможет научить ее жить полноценной и счастливой жизнью. Здравствуйте. Я Анна Артастамбекова. И сейчас мы вместе с Алией Байдельдаевой отправляемся к известному психологу Ирине Новак. Ирина Новак – практикующий психолог, консультант и автор собственных методик. Выслушав краткую историю Алии, наполненную отчаянием и безысходностью, эксперт приступила к психотерапии. Прежде чем что-то делать, надо быть в очень хорошем ресурсе. Вот прям в хорошем ресурсе. И тогда случаются очень важные вещи под названием волшебство. Но если вы в таком ресурсе, действие будет правильно. Мир повернется, дверь откроется. Поэтому очень важно в такие сложные ситуации отслеживать самих себя. Что я там внутри чувствую? Страх? Не стоит действовать. Гнев? Не стоит действовать. Отчаяние? Не стоит действовать. Лучше остановиться. Лучше сделать вдох и выдох и само себе сказать. Мне нужен ресурс. Но если вы в нуле, вы делаете очень много действий. Очень много. Неважно, в какие-то двери помощи вы стучитесь. Судитесь ли вы с кем-то. Пытаетесь ли вы на работу устроиться. Вот в каком состоянии такой будет результат. Если состояние ноль, результат будет ноль. Итак, первое, что сейчас нужно сделать нашей героине, это расслабиться и позаботиться о себе, о своих внутренних чувствах. Наполнить себя светлыми мыслями, радоваться тому, что жива, здорова, может приласкать своих детей, радоваться новому дню, новым возможностям, в конце концов. Поводов для радости на самом деле великое множество. И, похоже, психологи в кризисном центре, который стал временным приютом для Алии, смогли открыть для нее эти элементарные рецепты душевного равновесия. Я перестала плакать. Я без причин плакала. Когда слушаю музыку, я плакала. Когда смотрю фильмы, я плакала. Я не знаю почему, но я всегда плакала. И у меня всегда внутри какой-то был камень, какой-то гроз. Я не знаю это что, но был... Да, да. А сейчас это все прошло. Но у меня всегда на душе бывают страхи. Всегда. Ну, видите, однажды, прожив что-то из разряда вон выходящее, да, там, где мы сжимались, там, где было страшно, переживания достаточно глубокие, эмоционально заряженные, то, к сожалению, этот опыт никуда не девается. Эта картинка всегда с нами. Всегда. У всех. У всех. Это запись. Это запись. Другое дело, что ее можно переписать. Ведь любой страх – это просто то, чего я не знаю. Если вы боитесь будущего, а очень многие, прожив горе в прошлом, боятся будущего, перетаскивая туда проблемы, то лечится это просто надеждой, да, я не знаю, что будет завтра, но как бы я хотела, чтобы было. И я планирую себе надежду. И рациональный ум опять говорит, с чего ты взяла, что это возможно? Да ни с чего. Просто я хочу, чтобы в моем будущем было лучше, чем в прошлом. Следующим шагом для приведения своего душевного состояния в норму должно стать прощение. Алине необходимо оглянуться в прошлое и мысленно принять поступок своих родителей, который, к сожалению, спровоцировал всю последующую лавину проблем. А обиды – это лишний груз, который мешает нам двигаться вперед. Обида на родителей или сожаление по поводу того, что они это сделали, или даже агрессия на неверный шаг родителей – это первое, что надо снимать в своей жизни. А сейчас она не общается со судьбой? Это неважно, далеко или близко, в живых или уже нет, к сожалению. Все наши переживания, все наши программы остаются с нами. Поэтому это невидимый груз, который несет англот и семья. И от этого груза надо, конечно, избавляться. Наконец, полюбив себя и отпустив свое прошлое, наша героиня должна сделать самое важное – взять ответственность за свою жизнь, мысли и поступки. Если родители отдали или продали ребенка за деньги, то перед этим ребенком стоит архиважная задача – восполнить то, что не дали родители, и дать самой себе. А что же надо дать? Самостоятельность. Вот изначально нужно дать ответственность за свою жизнь, как бы это ни звучало сейчас крамольно. Потому что самопомощь – это самое главное, что позволит женщине не раскваситься, не расклеиться. Мы спросили психолога, что значит взять на себя ответственность. Ведь Алия Байдельдаева вполне сильная и решительная девушка. Она не побоялась пойти против воли своего избранника и его законной жены, смогла отстоять своих детей, борется за их права. Однако это оказались всего лишь внешние факторы. По своему психологическому возрасту Алия все еще ребенок. Я могу сказать, что перед нами наполовину зрелая женщина позаботится о себе «могу», на уровне каких-то элементарных пока вещей. Мы не говорим о качестве жизни, но позаботится все равно «могу», «могу». И сложнее выровнять ситуацию в чувственной сфере. То есть вот это крыло провисает. И вот здесь понадобится зрелость. Здесь. То есть еще раз, зрелый человек, психологически зрелый, он независим, он не может попасть в зависимость от других людей. Таким образом, если у человека развиты оба крыла, крыло материальной заботы о себе и развития своих чувств, он способен взлетать и достигать целей. Однако Алия справится с этим непросто. Она жертва сексуального насилия. А таких людей на протяжении всей жизни преследует страх беспомощности, ощущение, что их тело уже не подвластно и им могут распоряжаться чужие. Это чувство бессилия разрушает прежние представления жертвы как о себе, так и о внешнем мире. И только помощь квалифицированного психолога сможет вернуть доверие жертвы к окружающим и развить чувство уверенности в себе. И до тех пор, пока у женщины эти опоры вовне, она неустойчива, малейший ветерок, малейшие неприятности будут переворачивать ее. И нам, конечно, надо научить человека или вот женщин, которые попали в такие ситуации, опираться на себя. Это чисто психологический фактор. Даже тогда, когда кушать нечего, когда денег минимум, когда детки болеют, когда нет крыши над головой, все равно изначально мы говорим, я и только я могу себя поддержать. Я еще раз говорю про внутренние вещи, не про внешние. И вот этот настрой, что я могу себе помочь, у меня достаточно сил с этим справиться. Он творит чудеса. Он дает и иммунитет, если хотите, и защиты внутренней, и правильное видение ситуации. То есть однозначно сознание развернется туда, где действительно будет уже помощь, но в физическом мире. В беседе с психоаналитиком мы не могли не затронуть вопрос о многоженстве, который все чаще поднимается в казахстанском обществе. А в случае с Альей вылился в огромную проблему. Выяснилось, что здесь речь идет все о той же безответственности. О небрежном отношении женщины к самой себе. Изначально женщина, которая обещает быть второй, это женщина, у которой очень низкая самооценка. Женщина, которая верит на слово в вопросах любви, причем с человеком разного социального уровня. Это заведомо проигрыш. Заведомо проигрыш. И каждая девочка должна это понимать. Каждая. Посмотрев на свою ситуацию со стороны, наша героиня пожалела о том, что не знала всех этих ценностей раньше. Не смогла противостоять насилию, молча сносила пережитую душевную травму. Согласилась на неравные условия с молчаливого одобрения своих родителей. Психологи говорят, что это опыт. Какой бы он ни был, он чему-то научил. А раз прошлое не изменить, остается менять настоящее. Насильно признал себя отцом детей. Вы родили второго ребенка. Это уже отношения. Отношения, которые имели место быть. И по сути, к чему должна быть готова такая женщина, если она еще и психологически незрела. Но однозначно там есть жена, которая старше. Если жена начинает атаку, травлю, борется за мужчину, который сам ничего не сделал, чтобы это решить, то это неравные силы, это неравный бой. Просто неравный бой. Ничего не остается, как просто взять за это ответственность. Взять ответственность либо за свою любовь, либо за свой расчет. Огромное спасибо вам. Мне очень было с вами познакомиться. И мне стало легче. Еще недавно будущее нашей героини Алии Байдельдаевой было туманно. Она словно была загнана в тупик, не представляя, как из него выбраться. Визит к психологу помог ей разобраться в случившемся, понять и простить своих обидчиков. Похоже, Алия наконец смогла вынести важный урок. Любить и принимать себя со всеми достоинствами и недостатками. Почаще позволять себе отдых. И самое главное, не осуждать свое прошлое. Жизнь продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова